Привет, друзья! Хочу показать вам свои весенние обновления из бижутерии Lady Collection, но сегодня будут даже аксессуары. Поехали! Весна, лето, но мы не забываем о том, что март это всё-таки ещё достаточно холодный месяц. Как бы нам не хотелось бы уже обнажиться по пояс и бегать по, не знаю, зелёным полянам в полуголом состоянии. Увы, ах, до этого нам ещё, ну, как минимум, до мая ждать. Поэтому Lady Collection взяла себе очень классные тряпочно вязаные перчатки. То, что серая на них, это ткань довольно-таки плотная и очень-очень мягкая. Вот прям вот, 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 конверты для детей на выписку из роддома делают такими. И поверх перчатки идёт вязаная серая мидинга. Её можно снять. То есть у вас одновременно и перчатка, и мидинга. Это очень удобно, когда вам нужны пальцы. Например, вот я вожу машину. Мне пальцы нужны хвататься за руль. И как вы думаете, что мы делаем? Правильно, мы снимаем перчатку, одеваем мидингу, потому что в руке всё равно ещё холодно. По-моему, это гениально, это удобно. И главное, это очень классно выглядит. Потому что и цвет нейтрально-серый подойдёт под многое. И то, что всё-таки эта ткань, она как-то вот, ну, более приближена к моему стилю, нежели какая-нибудь там латексная кожа. И в то же время всегда можно сделать облегчённую версию перчатки, если вдруг на улице потеплело. Это очень-очень круто. Поэтому вот этим вот приобретением я довольна, как слонище просто. Ещё немножко серого великолепия. Это вот такая вот серая брошка-цветок. Она отлично подходит к этим же перчаткам. Если вдруг вы очень любите, так сказать, высокую моду, то вы всегда можете взять перчатку, одеть на неё брошку. И это будет очень женственно, очень элегантно, ну и так далее. Но я эту брошку брала, кстати, не для перчаток. Я брала её маме в подарок на её шарфике. Потому что мама очень любит всякие шарфики, платочки. И серый цвет очень актуально подчеркнёт их. Потому что он достаточно и нейтральный, но в то же время весьма изящен. И сам цветочек сделал очень добротно. Даже вот эти вот тычинки с жемчужными бусинками выглядят, ну вот, прям настолько органично, что, ну, редко-редко можно увидеть подобное сочетание. Когда вот всего в меру и в то же время вот прям стильненько. Для мамы набор браслетов на лето. Вот так вот выглядят эти браслеты. Здесь у нас три вида. Это серебро, бронза и золото. Они слегка виды изменены. Это не ровный круг, это что-то волнообразное с засечками. В итоге создаётся очень красивый переливающийся эффект. И мне очень нравится в этом наборе то, что его можно комбинировать так, как тебе надо. Не обязательно носить все три цвета. Ты можешь носить один цвет, можешь носить любые два. То есть у тебя в одном наборе получается огромная вариация вообще того, что ты можешь с этим сделать. На мой взгляд, это крайне удобно и очень-очень круто. Следующая вещь, она мне безумно понравилась. И я даже не знаю, вот мне её хочется и на фотосеты одевать, и просто для видео. Это вот такая корона. Она металлическая. Ей можно хорошо так тюкнуть кого-нибудь. На металлическом ободке. Ободок достаточно сильный по своим креплениям и достаточно сильно может сжать. Поэтому здесь уже на вашу чувствительность и на ваши предпочтения. На короне вставлены четыре стразика. И сама корона, что примечательно, она сделана, получается, из разных переплетений цветов. То есть это не просто какие-то выпирающие части, а такое чувство, что это цветочная ограда, которая складывается в такую корону. И в итоге корона сидит отлично. То есть вы становитесь вот такой вот принцесской и всё весьма органично и мило. С детского отдела вот такие забавные ушки. Ну, назовём это бантики-ушки, наверное. Потому что у нас здесь и ушки, и бантики, и маленький хвостик. Такое чувство, что это попка зайчика. Но это безумно мило. И я думаю, что, опять же, для видео использовать две такие штуковины, это круто. Мне это, знаете, что напомнило? Из Sailor Moon маленькую малышку Бани с розовыми волосами. У неё были такие розовые бензеля на голове. И что-то в этом есть. А я огромный фанат всего этого добра. Поэтому такая вот клёвая штучка, такие заколочки теперь есть у меня. Вот такая резиночка. Вот так вот выглядит резинка. Её особенность вот в этих вот весьма асмрных шариках на конце. Пластиковые шарики с крокелюровым эффектом внутри на золотистой фурнитуре. Да, это очень просто. В этом нет чего-то такого сверхоригинального. Но сочетание цветов, сочетание вот этого крокелюра с обычной резинкой при заплетании в косичку выглядит очень достойно. И в то же время миленько. Так что... А почему бы не разнообразить-то обычные резинки? Браслет. Нежно-голубой браслет под все мои нежно-голубые вещи. У меня их, ну не то чтобы достаточно много, но есть, имеется, как говорится. От плаща до юбки. Поэтому, наконец-то, теперь в тонны есть вот это вот небесное сокровище. Назовём это так. Потому что всё-таки, ну, всегда приходилось искать какую-то замену. Но вот, теперь есть то, что одел и носишь без каких-то замен подобных цветов. И вот такой вот голубой браслет на магнитной застёжке. Браслет состоит из, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, из семи кожаных нитей, кожаных шнурков, на которых нанизаны бусины прозрачного, такого голубого оттенка, голубой перламутр и золотистые. Застёжка магнитная весьма плотная. И я надеюсь, что этот браслет я не потеряю, потому что уже однажды свой белый браслет я, к сожалению, посеяла где-то в автобусе. Было очень обидно выйти из автобуса и понять, что а браслета-то нету. А всё из-за того, что у него была вот похожая магнитная застёжка. Но вот, знаете, раз на раз мне приходится. Вот у этого браслета она достаточно плотная, а вот у того что-то как-то, видимо, не очень было. Значит, следующий браслет, про застёжку, о котором мы уже с вами заранее поговорили, это вот такой браслет с стразами. Дело в том, что такие браслеты, они должны быть в аксессуарах, но использоваться на особый случай, так сказать. Не часто бывает повод, когда нужно одеть что-то вот такое достаточно яркое и приковывающее внимание и вызывающее. Но в то же время оно должно быть, потому что очень часто под чёрные какие-то платья не хватает какого-то буквально одного яркого аксессуара. И в моём случае-то как серьги я не ношу, у меня не проколотые уши. Это вот такие вот браслеты или какие-то яркие колье. Но я решила ограничиться браслетом, поэтому вот теперь вот такая вот сплошниковая бриллиантовая лента, лента из стразиков будет в моём гардеробе. Мне очень понравилось, что с обратной стороны велюровая такая бархатистая чёрная подкладочка. Это очень приятно и добавляет ощущение того, что на тебе просто что-то такое из разряда лакшери. Подарок своей подруге, так чисто символически, это вот такие вот серьги-пёрышки. Это очень невесомая, просто обалденно нежная красота, очень лёгкая. Здесь получается такой намёк на ловцы снов, потому что колечко и вот с него свисают пёрышки. Какие-то бусинки, жемчужинки и по три пёрышка на каждой серёжке. Да, многие скажут, что перья это уже не то чтобы прошлый век, но это вульгарно. Но знаете, перья-перья в рознь. Вот эти белые летящие ангельские красавцы, на мой взгляд, это не то что вульгарно и смотрятся как-то пошло или оляписто. А тем более под какой-нибудь белый соответствующий наряд, ну это будет, на мой взгляд, крайне удачным дополнением образа. Такое было видео, спасибо большое за просмотр, вдохновение вам и до новых встреч, пока! Субтитры подогнал «Симон»!